Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Вы слышали, что поется в храме? Блаженные нищие духом. Как вы понимаете, что нищие блаженные счастливые? Счастливые? Это что, обман что-то? Счастье аж от... Некуда. Хоть отбавляй счастья. Счастье отбавляй от нищеты. Так что, я читаю Евангелие, не ропщи. А жизнь? А мы и так не ропщим. А что Бог достой? Ну. Что нам роптать? Уже отроптали. Скоро уже туда пора. А там что будешь делать? А? Там что будешь делать? А у меня вот зять умер год тому назад. И проснился внучке. Она и спрашивает. У тебя столько грехов. Ты же столько плохого делал людям и всем. Ты там, наверное, на воду кипишь. Он говорит, нет. Там что на земле? Что на земле, что и тут. Вот так он сказал. Если так он говорит, то это не по Евангелию. Христос так не учил. Я не знаю, по какому он сказал. Она у него спросила, он ей ответил. Что на земле, что и там. Я вот пришел, соскучился по-мирному и пришел. Поглядеть, как вы живете. Вот и все. Вам уже не в своей вере неведомой, а научиться вере православной. Да, причем, ну, приснулся внучка, рассказала, как было, так и сказала. Вот и все. Понимаете, возьмите за грех смерть. Подар Божий, жизнь вечная. Ну, это когда помнём, тогда увидим. Что будет и как? Причем застану, то будет все не будет. Потому что вы это не прокладываете, делаете покаяние. Покаянтесь, пока не поздно. И перестаньте там. Кто не верит в Христа, тот не нас ведет жизнь вечную. Я сегодня раз на Белом Свете, а там не знаю, что. Понятно. Вы свой выбор сделали. Там как будет, так и будет. А сразу. Принято смерть. Принято смерть. Просите у Господа, чтобы Господь вас избавил. Бери камеру. В этом городе, вступает исцеление от болезни. В обороне, то есть, в Евангелии написано, призовите предпятеров, человек больной, и помолятся над ним. И помолятся над ним. Выглашает по неделю, через часу. Вот. Но, немножко в нашей церкви извратили, то есть, больной сам идет в церкви. Сам. Вот. А в Писании нет, говорит. То есть, он призовите, предпятеров, предпятеров. Это значит, что он больше. Да. То есть, он уже настолько болен, что он даже ходить не может. Ходить не может. Вот. Поэтому, если вы еще ходите... А я зачем? Вы пустой пустой. Это все можете надеяться. Как надо вести? Как книжечки нет? Евангелие здесь. На, поснимай. Держись. Зайдете... А Евангелие у вас есть? Вы не читали ни разу? Это благая весть о Христе, что человек может жить вечно. Что смерти нет, есть только переход из временной жизни в жизнь вечную. В рай, либо в ад. Вы же пойдете, если вы не мчатся еще? Уготовано. Да, обязательно. А как вы пойдете мчатся, если вера не мчатся? Вот это... Нам все расскажут. Мы когда ходили крестить, ты манишь, манишь. Вот православное издание. Вот там, Святой Евангелие. Вот вам. Это ваш подарок. Подарок молодоженам будущим. Да. Вот живите по этой книге, и вы не только в этой жизни, возможно, и там еще встретитесь, на небесах. В писании написано, что это слаще меда и капель соты. То есть, насколько Слово Божие. Вот когда человек духовно начинает читать Слово Божие, душа начинает расцветать просто. Любовь ко Творцу, любовь к своим ближним. А от этого все взаимоотношения. И у семьи хорошие. В отношении к детям, как надо поступать там. Где наказание, а где, например, пряник, а где розыгры. Вот смотри, регламентируйте. Жена уважает своего мужа, как свою защиту. А муж любит свою жену, как свое тело. Понимаешь? То есть, тогда гармония между вами будет. Ну, может, когда поспорить, но, по крайней мере, внутри. Все равно искать согласие между собой. Спасибо вам. Понимаете? Спасибо. Слава Христу. Когда придавливали нас крепко. А сейчас, пожалуйста, нам все пути открыты. Я в 90-е годы. Зайдите на сайт, хороший сайт. Сейчас многие, как-то, знаете, смыслатания, такие, значит, много всяких ненастоящих вот этих вот, которые заманивают нас. Я вам одно могу сказать, что из Православной Церкви, вы же в Московской Патриархии ходите, да? Ну, это я не знаю, какая патриархия. Ну, да, Покровский, Никольский, это Московская Патриархия, да. Патриархия, Патриархия. То есть, если вы ходите в Московскую Патриархию, не уходите от них. Уходите, а это благодатная церковь, благодатное священство. Потому что за этими шатаниями никуда не виляйте. На покаяние рискуйтесь, поведуйтесь, встречайтесь. Изучайте Слово Божие. Обязательно. Потому что Слово Божие, это без него никак. Оно, эталон, по которому надо все сверять. Свою жизнь, все говорят. Потому что это Господь, Бог говорит через Слово Божие. Как это? Прочитайте их, друзья. Описайте. И я бы вам посоветовал, не знаю, могу ли я посоветовать, молиться на русском языке. А я что, не русский, что ли? На русском молиться? Ну, а как же? Ну, а в каком я должен на языке молиться? Слава Богу. Потому что, вот я на клиросе пел одно время там. Ну, я вижу, что люди не понимают. Надо славянский язык церковно изучать, вникать в него. Тогда и на русском языке хорошо петься. Так что... Ну, я не знаю, кто не по-русски может ходить в кран и не молиться, не по-русски. А крещены когда-то? Ну, а у нас же служба-то на церковное слово. Ну, с детства. А вы помните, когда вы были крещены? Да я маленький еще был. А они не рассказывали, мама схватывает? Конечно, рассказывали. А как же? А у вас, батюшка, полное погружение крестило или не полное? Погружение, наверное, было полное. Вот, скорее всего, что я думаю, что я не еле помазанный. Мира помазанный? Да, да, то есть не... Ну, а еле и мы тоже. Еле помазан на сеночной маслом помазанной. А то есть... А мира, оно делается, это как... Вот, скорее всего, что я, наверное, вряд ли тогда... Мне ничего не говорили. Мне кажется, что тогда вряд ли священники-то и скрывались. Ходили-то, а мне говорят, какой-то священник настоящий звонил. Не какая-то бабка, а священник. Но я вот так думаю, что вряд ли у него это мира будет. Нет, обычно мира помазывать, они обязательно. А вот погружать бывает, что не погружают. Так что вы не сомневайтесь. Нет, меня погружают уже. У меня в речке. В речке? В речке. В речке. Я потом уже... Почему я это говорю? Потому что младшего брата, когда крестили, я уже это помнил. Поэтому я уже немножко помню, как его крестили. Понятно. Это я понял. Делали священники, но там уже, по-моему, какая-то бабка его крестила. То есть вы уверены, что вас правильно крестили? Думаю, что да. Знал все это. Но он к этой к вере относился так. А мать более была у меня к вере такая. А вы покреститься-покрестились. А слышали о таком понятии, как рождение от рук святого? Рождение свыше? Евангелие, кто не родится. Ну да, да. Есть такое. Слышит, кто не увидит Царствие Божие. Вот как вы думаете, вы рождены? Время. Время. Я мало что делаю. Ведь верить – это одно, а делать… Если ты веришь, значит, должен делать что-то. Я верю. Я ничего, значит, не делаю. Поэтому я плохой делаю. Не просто не делать что-то или делать, а чтобы грех не властвовал. Чтобы вы были господином над грехом. Господство. Когда выйдет на этот царь, посмотрите, как люди там есть. Игнать Николаевич Лапин, может, слышали-то такое? Не может, слышали. Он написал 38. Он пенсионер-проповедник с 50-летним стажем. Объясняет людям, как это правильно, чтобы избавиться от власти греха и родиться свыше. И многие люди обращаются и даже становятся православными батюшками, которые приходили из сектантов. А вам доводилось общаться с такими сектантами-то? Нет. Нет? Были подходы ко мне всякие, отразы. Понятно. Ну, а вот мы к вам подошли, а вы почему от нас так же, как от сектантов? Ну, вы меня пока не агитируете никуда, чтобы я шел там или что-то еще. Нет. Правильно? А если бы вы только затеяли какой-то разговор? Ходил, тот храм, который выходит. Я не хочу, я в Вокровске основываюсь, я там ближе живу. Ну, тут мне может быть как-то, я прохожу часто мимо, поэтому я захожу сюда. А живу я там поблизо, поэтому я в Вокровске всегда. Мы должны озаботиться этим вопросом, рождены ли свыше или нет. Потому что кто не рожден свыше, тот даже не увидит Царство Божие. Не просто не войдет, а даже не увидит. Понимаете? Это очень важный вопрос для любого из нас. Что для вас важнее? Прожить эту жизнь на земле и оказаться перед закрытыми дверями Царства Божия. Когда тебе Господь скажет, отойди от меня, я тебя не знаю. Или вам это... То есть вы должны уже сейчас, за этот короткий промежуток времени, определить, что вам важнее. Жизнь вечная или вечная смерть? Или временная жизнь. Или временная жизнь. То есть у вас, я наверняка думаю, что сейчас вы более-менее свободный человек. Возьмение за грех смерти. Как избавиться от смерти? Если за грех смерти. Так я уже много прожил, уже надоело жить-то. Так надоело. Может быть у вас не было шанса, чтобы наследовать жизнь вечную? Да, шансов много было. Я альпинист. Нет. Мастер спорта по альпинизму. Двесотник. Столько была гора, столько летел, но остался жить. Я понял вас. Шаня, знаете, что альпинизм это такой вид... Опасный. Опасный очень, да. Но в этом опасном спорте вы не задумывались о том, что вы можете умереть? Нет. По молодости не думаю. А сейчас? Ну, а сейчас, что же, что же. День прошел, и ладно. Попадете играть? Глюхи весь. И жил честно. Грехи есть? Да. Нет, таких нет. А любой грех? За любой грех должен... Отвечать надо? Нет, просто отвечать. А смерть? Приговор такой. Смерть. А вот как избавиться от смерти? Коран не дает этого понимания. Ну, что надо сказать. Он, как говорят, намного моложе. Гиблия. Гиблия, да, христианцы и... А вот Христос... Христос раньше. Нет, я говорю, Христос может освободить от смерти. От этого приговора освободить. Все мы приговоренные. Он приговоренный, я... Мы все грешили. Все грешили, да, конечно. И все мы подлежим одному приговору. Смерть. Смерть. Но пришел оттуда Сын Божий, Христос, Который нас освободил от этого рабства. Если мы в Него уверуем, Он взял на себя эти грехи. Он взял ответственность за себя. Он сказал, я за тебя умру. Если ты... Но ты веруй в Меня. И живи правильно. Принеси покаяние за свои прошлые грехи. И я тебя возьму с собой ради. То есть Он взял на себя грехи. В Него только надо уверовать и пойти за Ним. И Господь сам будет открывать это. Я много читал. И в Ангелии. Но вы слышали, что у вас везде за грех смерть, а жизнь вечная, дар Божий, жизнь вечная. То есть Бог хочет дать нам вечную жизнь, чтобы мы не умирали. Он не хочет нашей смерти. Но мы отказываемся, отпихиваемся. Мы говорим, нет, нет, мы это... Не выходим из темницы, в которой мы это, ну, побряли. То есть, а Господь уже нас искупил своей смертью на кресте. Он за нас умер. Он взял за Мои грехи. Вмочение Он принял. Он взял ваши грехи, Мои. Да, да, да. Но мы-то должны как-то себя везде... Все равно в этой темнице находимся и не хочем выходить из нее. Понимаете? Жить, стараться без греха. Без греха. Но это не получается. Как это? Ну, стараться. Если... Заведомо грешить. Это вообще грех. Вы... Да. Вы знаете, я вам посоветую. Сходите в церковь, исповедуйтесь, покайтесь и попросите Евангелие Иисуса Христа. Любое. Я позвал Магомеда. Магомед наш пророк. Так что я посоветовал Магомеду. Я ему положусь, молюсь, прошу прощения своим родственникам, себе и благополучия прошу. Так что я, как говорят, чуть-чуть... Отец, Магомед за нас не умирал. Нет, это он. За нас умер Христос. Магомед это человеческий. Магомед это человеческий. Он родился. Здравствуйте, как вас зовут? Меня, Борис, Шафи, ну... Борис, по-русски... Вот, Борис, смотри, там. Магомед Мухаммед. Да. Он не освободил от власти греха человека. Приговор-то не отмененный. Смерть все равно будет. А Христос, этот приговор, приговор вот так вот порвал его. Понимаете? Смертный приговор. А то, что он порвал Христос, смертьный приговор, это не значит, что это... Просто все пойдут в рай. Освобожденный. Для этого нужно изменить свою жизнь. Поверить в то, что он действительно приговор порвал. Понять, что нужно покаяние. И верить в Христа, который порвал. А вы верите, что Христос жил на земле? Верю. А то, что он... Его распяли, верите? Верю. А то, что он умер на кресте, верите? Верю. И то, что воскрес, верите? Верю. А какой же вы мусульманин? Нет, ну почему? Я читаю много историй, читаю... Мусульмане, они говорят, Христос не умирал на кресте. Его Бог так взял живого на небе. Раз он не умер, значит и не воскрес. А раз не воскрес, то мы все еще во грехах. Осталось немного времени, смотри. Вам осталось немного времени? Да, немножко. По возрусу, конечно. Вы подумайте. А вы Евангелие читали? У вас практически вера в христианство. Давайте я вам подарю, почитаю. Привет. Ну да. Давай. Почитаю. У меня только евангелие оттянут. Давай. Почитаю. Раз вам не нет. Давай. Время много. Надо понять, что приговор-то в действии находится. Его только от этого приговора освобождает вера на Христа. Какой-то замокли. А так, на момент он ничего не убьял. Нет, на момент он человеческий суд. Да, он просто. Человеческий суд. И Коран при нем писали. А Христос, это Сын Божий. Ты видел? Это Сын Божий. Иисус Христос много человек. Так, вот и он. Вот, блядь, я. Шаги к познанию Бога. Борис. Попробуй, почитаю. Почитаю. Чтобы спасти жизнь свою. Не только, чтобы спасти жизнь. Неосужденные за всеми присутствуют. Надо уверовать во Христа, как своего Спасителя. И принести покоение за всю прошлую жизнь, которую вы делали. Все грехи вспомнить и исповедовать их. И примириться с Богом. Потому что грешник, он во вражде находится с Богом. Не покаявшийся грешник, враждует против Бога. Я стараюсь. У меня, значит, дочь, две внучки. И два правнука. Так что я стал. И все. И все. И зять у меня очень отлично. Хотя многие, как говорят. И теща была. Я все никогда не ругался. И зять у меня. Не ели мы. Не то, что там квартиру. Не то, что там садов. Нет, все по-хорошему. Вы сказали, что у вас есть грехи. Вы же понимаете? Да нет. Ну какие там грехи это же. А любой, даже самый маленький, пронесет смерть человека. Приговор один. За грех, возьми здесь смерть. Все. Никаких вот ложь маленькую сделал, незначительную. Ну все, тебе с приговор смерть? Раз, чего женился. С женой жилу. С бабулей. Пятьдесят. Вочем лет. Киснет крещением. Чего? А вы не крещеный в церкви-то? Нет. 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 Ну в двадцать седьмом году здесь вообще и дома родился, и так роддома. Очень мало будет. Мой возраст, а я всегда. У вас родственников-то нет крещеных? Никого, наверное, тоже нет. Нет, у меня дочь за русским, за архивом, замужем. Он крещеный, да? Да, крещеный, да. А ребятишек по ним пояснили или нет? Не знаю, правда. Нет, нет. По-моему, по-вашему, нет. Вот когда вы поймете, что приговор насчет вас остается в силе, и что вы не наследуете жизнь вечную, пока не покаетесь, не уверените в Христа. Это бесполезная жизнь, которая вам прожита, потому что эта жизнь, по сравнению с той будущей, это как мгновение даже, меньше мгновения. Понимаете? И чтобы в жизни вечной быть со Христом, нужно как раз вот понять, что я умный, мертвый, потому что грех меня умертвил. Любой грех, который вы слышите. Почитают, ну и что? Вот еще вам о крещении почитают. Если вдруг поверите, надо будет принять крещение. Я вас держал поверить? Да нет. Только вы благовейно относитесь к ней. Ником койти ее, это все-таки Слово Божие. Благовейно, да, чтобы не мнить ее ничего. Чтобы аккуратнее. Спасибо за беседу. Спасибо Христос вас. Ну вот, здравствуйте. Парсмен. Здравствуйте. Я предлагаю. Продолжение следует. А вот и сайт. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Православный сайт. Что мы занимаемся? Православный сайт. Визитки раздаваем. Мы организовали православный сайт. Мы просто люди продаем, чтобы они заходили на наш сайт. А это что, снимаете? А снимаете просто это мы, как бы, беседуем. Мы это все выставляем. Это вот здесь вот. Есть канал на ютубе, мы там все ролики выставляем. То есть, что с нашей деятельностью... А в какой церкви-то? Крестово-Движенская, это, зарубежная церковь православная. Где такая находится у вас? Вот за новой 6. Но вы здесь в интернет зайдете, вы все увидите. Там все наши данные. А вот зайдемте, кто у вас самый старший, явно ответственный. В данном объяснении сейчас мы пишем сразу, что вы занимаетесь раздачей православных библейских... Да. С библейского сайта, что вы коррупцией никакой не занимаетесь. У тебя паспорт с собой? Я работаю с механиком. У вас трое говорили, двое что-то? Ну, он третий, он домой поехал. Он домой поехал. Да, да, Сергей. Он домой поехал. Там у нас и все, и канал, и форум есть на форуме тоже у нас. Там более 2000 различных темп. О православии, о вере, о церкви, о покаянии, о благовестии. Мы открыто, мы даже свои занятия снимаем, как у нас богослужение проходит. Ну, все. То есть, все открыто у нас. Мы ничего нигде не скрываем. Потому что люди мертвые, они даже православную веру нашу православную не знают. Вот сколько с людьми беседуешь, даже понятие о православии очень растянуто у людей. Они не знают ничего. А здесь как раз наручающиеся. Люди перестали верить в Бога. Просто перестали. Вот для этого мы и должны проповедовать. Всегда. Да, вот, Сергей. Да, то, что выяснили обстоятельства, что мы там ничего не пропагандируем, ничего. Что вроде какие-то там ни денег, ничего не помогаем с людей. В такой смысле. Какие-то граждане с бородами. Ну, мы сразу, мы сразу внимание привлекаем. Да, привлекает внимание старой веры. А мы как раз не старой веры. Ну, православные обыкновенные. То есть, троеперсные? Раздают что-то, снимают на камеру. Да. Всех длительность такая, что. А вы, когда на сайт зайдете, там увидите огромнейшая наша длительность. Там беседы по скайпу у нас выступают. Судьбу беседу. С православными. Мы с вами раздаем книги. Книги эти у Путина, у Медведева, у Патриарха, у Патриарха. Я сам лично в Москву родил. Говорим людям, что это крутые вещи, но они о спасении души, о православии. И никакая-то репутатура не экстремистская. Правда, есть, правда, и критика центра. Но не без этого. Многие, конечно. Недовольны. Самый главный, мы выполняем лозунг Господа нашего Иисуса Христова. Он говорит, идите проповедуйте Евангелие всей Твари. То есть всем людям, живущим здесь на земле. Кирилл, надо выходить на распутье дорог, прям по телевизору, и проповедовать. А мы же не привычны к этому, не привычны. Раньше, в первые века, ходили апостолы, проповедовали веру православную. А сейчас сели в храмы, обложили себя на статус. Диссектанты пошли все. И нас считают диссектантами. А раньше православные, я как-то не знаю, проповедовали. А раз православные, уже мудрования, уже толкования, Библию всю поизвратили. И вам прям раз нарядка, парадки. А, да? Тут все три люди прям позвонили. А в Писании написано, у вас будут птицы, блязг, птицы в хвостях. Прям все скрытся по Ивану. И вот, красотиба, для чего, чтобы вы тоже о Боге услышали. Он и патриарх, как бы оправдовался, он под Путиным, все с Медведевым. А для того, чтобы им тоже рассказать о Боге, что Бог не познали. Он постоянно за них ходит. Как сейчас Владимир Владимировичу тяжело, вот эти вот все, сколько в интернете с этой Супраиной. В Пусах ответственность какая? Целый народ. Война. Прям на границе. Наших, русских там, убивают. И как быть? Лучше ничего не придумал. Прям кумазами им помощь шлет, шлет, шлет. Кто одни, где других, вот тем. Ну, с Польши тоже груз пришел, гуманитарный. Ну, там еще неизвестно, может, там не оружие. Ну, конечно, воевать это неправильно. Это грех. Это грех, это убийство. И вот под видом защиты Родины, конечно. Объяснили, не возьмутся, вы занимаетесь в православной деятельности, раздаете зимние карточки, устроили свои сайты. Нет у вас ничего такого спрещенного, коррупционного. Не призываете ни к чему. Мы наоборот, к миру призываем, чтобы остановилось правопролитие, чтобы не было войны. В первую очередь, мир с Богом, чтобы был человеком. В первую очередь, да. А потом... Они любили друг друга. Они будут Бога любить, будут друг друга любить. Войны-то на Украине-то, а чего? А потому что Бога любит, не знаю, как вовсе. Если бы они все верили, не убей, все, ни один другого бы не убил. Нельзя Бог за это ватку шлет. Нет войны, все. То, что священники наши на войну благословляют, они неправильно делают. Убили с властями. Жить без них не может. Все книги там покорили. До Лиссабона. До Лиссабона есть. И прошла бумага, там тоже священники против выступали, что вроде наши книги экстремистские. И пришла бумага с Москвы, что раз книги находятся в парламентской фибриотеке, президентской, значит, они все равно доступны, люди читают, они никого... Если бы они были экстремисты, давно бы уже нас посидели. Все остальное. Но пока они не признаны. Пока. Экстремисты. Хотя все может быть. Потому что написано, будет отнят от среды удерживающей теперь. И толкание такое, что будет отнят закон. По закону должны защищать добро, а зло наказывать. А вот в России в Европе что разрешили однополее брать. В Европе? Ну, такой вот, а представь в России бы тебе такой. И вот шли бы два голубых, а я бы сказал им, ребята, вы что делаете, допокайтесь. Ведь ты бы меня лжас, ласка завернул, в тюрьму меня нормально. Кто-то тебя ждет. На Украине вот это все, в Европе готовься. Менталитет такого граждан у русских, что они не примут это. Да на Украине применили русские. Ну, понимаете. И там стол, ну сейчас в Германии уже все, там русские там, не знают, куда бежать. И что делать? Не примут. Примут. И антихриста примут. И воцарят его. С Богом. С Богом. Вот сегодня выходили в город, на Благовестие. И там вас, я видел, в машину забрали. Что они вам там говорили, в машине полиции? Они мне сказали, что нужно составить бумагу, что мы здесь ничего противозаконного не делали. Ну да. В подтверждение того, что мы не занимаемся никакими там подготовкой террористических актов или еще что-то такого. То есть мы это абсолютно мирные люди. И вот я в машину сел, они мне дали бумагу, я там записал свой адрес, фамилию, где работаю. Вот. И написал, что мы занимаемся раздачей визиток библейского православного сайта с целью такой, что мы говорим людям об евангельских заповедях. Ну и еще я им пояснил, что мы как бы им создаем, делаем профилактику преступлений, раздавая визитки, разговаривая с людьми о том, чтобы не надо убивать, воровать, грабить, верить. Мы способствуем тому, что люди могут где-то, когда-то вспомнить эти слова и отвратиться от какого-то преступления. То есть это милиционеры, они очень доброжелательно к нам отнеслись. Паспорт ваш проверили? Я им говорю, вы будете смотреть паспорт мой? Посмотрите, а то, может, вас обманывали все-таки. Они говорят, нет, нет, мы вам верим, не надо нам паспорт. В общем, очень доброжелательно и с пониманием в этот раз отнеслись. Ничего такого не было. В общем, дал я им визитки и вышел из машины, все. Ну, а сам-то сходил как? Понравилось? Ну, мне, как я сходил? Мне понравилось. Мы как ходили по городу, разговаривали. Мне понравилось. Начало, конечно, не очень было. Просто молча раздавать это визитки, это бессмысленно. Ну, надо как-то с людьми беседовать все-таки. Чтобы они не просто вот так отдал. Хотя, конечно, в некоторых случаях приходится просто отдавать визитки, потому что человек торопится куда-то, ему некогда. Ну, а когда с ним находишь с человеком контакт, он уже более доброжелательно относится к тебе и относится к тому, что именно ты как бы представитель и православной церкви, и, то есть, не просто так, то есть, в какой-то мере я являюсь лицом православия в этот момент. То есть, я не должен и соблазнить этого человека, и должен показать это лицо привлекательность православия. А как я могу показать привлекательность православия? Я не должен его... Конечно, вот один момент такой был, что человек там это говорит, что я бы у вас это... не стал бы с вами разговаривать, если бы вы сказали, что переходи к нам, затаскивали бы к себе, а вы говорите, что ходи в храм, какой ты ходишь, из православной церкви не уходи, не колебайся. То есть, я с вами поэтому и стал разговаривать. Вот так вот примерно. Я думаю, что беседы такие тоже полезны, и навык появляется. Вот у меня, допустим, я вот прошел, уже какой-то опыт появился. Сегодня люди меньше читают. меньше слушают, чем больше смотрят. И мне не раз говорили, вот у вас Библия начитанная она стоит, еще кто-то послушает. А если бы это на видео было, видно было, то вот бы другой разговор был. Поэтому мы с толкованием, которое трехтопник изданный, мы в Евангелии от Матфея и Откровения насчитали. Кроме того, по житиям прошлись, а это где-то сто с лишним роликов получилось. По полчаса, по сорок минут. Это очень большой материал. Ну, поставили эту задачу, так выполнили. И сказать так, что раздаешь, дал, это не означает, что ничего не значит. Даже вы идете и даете бесплатно им Библию или книги, они будут лежать. А сегодня человек сюда больше заглядывает. Он открыл, вот мне говорит, мне подали визитку. Потому что кто к нам на форум заходит, то там написано, как ты пришел сюда, через кого. или подали визитку, или ты услышал где-то, или от друзей, или с другого ресурсов интернета. У нас люди-то, когда заходят, некоторые смотрят, просят, он возьмет, да и покажет, откуда и от кого он как пришел. Мне все вспоминается, такой был у баптистов, юноша, он был не баптист, просто попал в плен комсомолец. Ну и когда был в Германии, уже дошел там полностью, только помирать осталось-то. И вот там дизентерия, и он в лес-то отошел, там разрешалось сделать. И в туалет-то, и там видит, бумажка смятая, он ее взял, развернул, а там вот чинаш написано. В лесу смятая бумажка, и он пошел именно туда по нужде, и эта бумажка послужила ему началом движения. Далее он, когда вернулся, здесь отсидел еще Николай Бойко, фамилия его. Ну, а потом уже дальше он уже Евангелие получил, и все пошло как. Бывает, зацепка совершенно по времени она подошла. Сегодня по времени это именно вот интернет. Это самое-самое такое, где люди смотрят, заходят, и вот ко мне приходят, я всех спрашиваю, а как вы меня нашли? На нас вышли-то? Да я по интернету искал, там надо было, там детский лагерь, где-то, на вас и вышел. А я-то знать его не знал. Другой начинает, там, по книгам. Я искал вопрос такой-то о священстве и вышел на вас, нашел там еще что-то, патриархии. Так что раздача нашими визиток, сейчас-то они вместе с Евангелием раздают, это долгосрочная программа. Да, согласен. А просто так остановился, поговорил, как раньше было, у него может еще и не остаться, если только он не обратился. Это переспросить, как это, трое вас, трое нас побежали спрашивать по воде, то как вы говорили, как вы учили-то. А как бы они на руки-то дали им, да они грамотные, они бы по воде-то уже и не бежали, это сказки бы не было. А так еще нету. Ну все, у меня больше вопросов нету. Значит, с полицией можно разговаривать? С уважением к ним относиться надо? К их работе, что они работают, у них действительно работа такая, что они должны охранять, поддерживать порядок. Они должны охранять, но однако, если бы так они делали, вот я говорю, что у нас, когда мы дорогой ездили, сейчас я мог бы даже посмотреть по нашим записям, где, а они на повороте, и тут сложно очень такое, им никого нету, а там где-то дальше сигнал, что надо дождаться, когда сигнал будет. А тут стоят они и тут же сразу штрафуют. Им в машину-то взглянуло, а там у него деньгами усыпано все, он просто бросает деньги, выпившие, стоят только, ловят это на повороте. Люди едут нормально все, на дорогу выворачиваются через центральную, это за городом они приспособились, но если бы какое-то большое начальство там какое-нибудь переловили, передавили, этого бы не было. Но я здесь решил ничего не говорить. Штраф им дают, я решил им дать новый завет. Ну и все, отбились, отошли без штрафа. В другом месте какой-то, как накачанный наркотиками, он начал приставать, пошли тогда через дорогу к начальнику. А начальник-то посмотрел, кто мы документы махнул, отпусти ты их, не связывайся. Ну а в основном нас нигде никак не трогали. Даже говорили, а мы думали, вы ваххабиты какие-то. А помните, Игнат Тихонович, в Междуреченске нас до библиотеки провожали? Да, по дворам поехала машина и показала, где есть. У нас было такое не один раз. Милиция сама ехала впереди, и мы вам покажем. Даже в Германии так было. С нами, если в общий, когда результат вот закончен, это все-таки не 2 километра, а 117 тысяч километров. И от Владивостока, от порта Находки до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. И вот, ну, жалобы сказали бы, давайте сейчас именно с полицией будут работать, мощные начальники, Нургалеев тут поснимают. Я ничего не мог бы сказать, кроме благодарности моему Богу, что на нашем пути не встретились такие, которые оборотни были, он как в Ростовской области, они останавливали, убивали, и руководила женщина ими-то. А мы там как раз в Ростовской области больше всего ездили, там ставка была в шахтах. Ну, вот Господь как-то все это пронес. Я никого не опровергаю, что такая полиция, там они безнравственные, они там взяточники, грабители, убийцы. Я ни к чему не опровергаю, но на нас было не так. И поэтому мы все время мы благодарим Бога. Ну, и полиция нам нужна была, она нас, скажется, защищала, где-то там что-то не так было, но остальное прошло вот так. Все-таки главное это в нас. Я сейчас послушал Ахлобыстин, там говорит, с Познером Владимиром-то, он как совсем неверующий. Он нахватался где-то чего-то, кривляется. Вот так. Ну, ладно тогда, все у меня. Вопросы ко мне есть какие? Ну, вопросы... Все еще ДПС подходили. А, еще ДПС. Мы к ДПС-никам подходили. А, что это такое? ДПС, это... Дорожная патрульная служба. Я там ему напомнил про Лескова, про полицмейстера, Рыжов был такой. Говорю, почитайте, хороший был, честный человек. Самое главное, что он делал, это взятки не брал. Бессмертный Голован, кажется, или что-то? Нет, Рыжов. Однодум рассказ. Однодум. Да. Однодум. Ну, тоже, они же видят, кто перед ними, как с ними разговаривать. Понятно. И если мы с ним ничего... Ну, нормально разговариваешь, с уважением, так это... У меня к милиции претензий никогда не было. Наоборот, каждый вечер, ложась спать, мы молимся, Господи, благослови охраняющих порядок и полиции, это пожарных. Столько на них всего. А среди них такие бывают люди негодные. Ну, как-то сделать так, один Бог знает. И вот этот Познер, он такой, это жидовин, говорит, он такой, это и юда там всякая. Я ничего не вижу. Он умные вопросы задает. Если бы я с ним встретился, вот так, где-то говорит, ну, что самое главное для вас, какой ваш главный недостаток, отчего больше всего радуетесь, там, такие вопросы задают. Да вопросы, они прямо сами у меня выходят, эти ответы. А вот он начинает сидеть, думать, говорить, и такие слова, думать, чем умнее ответишь. Павел, говорит, я пришел к вам, как не знающий ничего, кроме Христа, и притом распятого. А Христи даже одного слова не сказал. 52 минуты, что ли, вот разговаривает с Познером, Охлобыстином, Иван Иванович, и ни одного слова не сказал. Да прям в руку идет тебе эта добыча-то. Познер-то, он умный человек, он нуждается в этом. Ни одного слова не сказали. Он там начинает, говорит, Чаплин, я гляжу, он прав. А что начинает говорить, где-то там мы от общества требуем, чтобы одевались так. Да какое ты право имеешь от общества требовать? Твое дело проповедовать, а не как женщина, какое декольте открыто. Ты декольте смотри у себя в церкви, как он, Степаненко-то назвал их, Максим, на букву Б, а у тебя это все, это Б-то наполнено. Ты смотри теперь. Главное для нас, это проповедь Евангелия живое. А требования к миру, ну какие могут быть требования-то? Вот у нас приходят, как они одеты-то, видно, никаких требований мы не делаем, никаких. Почему? Он принял это все с радостью. Наш дресс-код, одетые платочки, платье. Посмотреть, картинка. Вот сегодня сказали, девочек маленьких не было, Загуляевы. И что они там, конкурс был у них? Да, на пианино. На пианино. И она опять стала победительностью в Полтайском крае, первое место. Какое-то там гран-при, еще там дали, пять тысяч, что ли, говорит? Да, пять тысяч. Ну вот так. М-видео, есть магазин М-видео, то есть на пять тысяч она может там купить. Видите как, стараются, и они, девчонки, видно такие, ну маленькие, совсем еще школьницы. Ладно, во славу Божию. Слава Христу. Спасибо. 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 Спасибо.